Несмотря на то, что впереди мамин праздник, гости приехали с подарками для всей семьи. Игрушки для детишек, для родителей, новый телевизор. Самые младшие двухлетние близнецы Антон и Артем тут же обкатали свои авто. Градоначальник Игорь Савинцев общается со старшими. Праздник-то знаете, какой будет в воскресенье? Как называется? День мамы. Правильно, день мамы. Пока накрывали праздничный стол, из школы пришли приемные. Сын Евгений и единственная дочь в семье Настя. Ее взяли из детского дома в два с половиной годика вместе с братьями. Женя по секрету сообщил, что уже приготовил подарок для мамы. Он занимается в кружке деревообработки. Своими руками сделал статуэтку и не жалеет добрых слов. Она хорошая, не обижает, помогает нам есть, варит, добрая, уроки проверяет. Кому пол подмести, кому пыль протереть, у каждого свои обязанности. Кому посуду помыть, кто на кухне помогает. Это сразу признаются, было трудно. Со временем удалось построить теплые доверительные отношения в семье. Приемные дети называют Наталью мамой. Собрать всех сегодня, к сожалению, не удалось. Старший Вадим – студент колледжа, самостоятельный, уже живет отдельно. Но у Чернышевых никогда не бывает скучно. Как вам с ними справляться? Они же все озорники? Помаленечку. Или ничего? Стараемся. Или все послушные? Да, послушные, когда спят. Когда тихо, хорошо все слушаются. В многодетной семье, безусловно, есть традиции. Самое любимое время года – лето, когда они вместе выезжают в свой частный дом в деревню, ходят на рыбалку, выращивают овощи в огороде. У всех детей свои увлечения – от спорта до конструирования. Но все-таки они – единое целое. И уже не представляют свою жизнь друг без друга. Лариса Куренкова, Николай Шелко, информационный канал «Город». Завод ба...